всем привет рада быть в эфире всем привет хочу сегодня рассказать вам небольшую историю связанную с нашей недельной главой как называется наша недельная глава наша недельная глава наверняка уже к середине недели все знают называется толдот всем привет ждем ждем пока подключиться к эфиру всем привет всем привет рада видеть всех всем привет всем привет шалом шалом и так я рада быть сейчас с вами всеми в эфире и я хочу рассказать небольшую историю связанную с нашим привет адаса максим сайт всем привет я хочу поделиться с вами всем шалом в общем хочу поделиться с вами небольшой историей которая связана с нашей недельной главой однажды в одном маленьком местечке жил такой себе йоселе который всю жизнь он просил у всевышнего благословения на богатство он говорил всевышний но мне надо деньги мне нужно отдавать людям много дзадаки ты же хочешь чтобы я давал дзадаку всевышний мне нужно построить хороший дом для моей жены пожалуйста ты же хочешь чтобы у нас был хорошим но потом он говорил всевышний я хочу принимать у себя много гостей ты же хочешь чтобы у меня было много еды и так он всегда говорил всевышнему пожалуйста благослови меня богатством пожалуйста пожалуйста и потом ему начали сниться сны снится этому его силы что ему нужно поехать куда-то в прагу под каким-то мостом за 3 9 земель в общем за три поворота направо потом три поворота налево поехать и под мостом всевышний как будто бы во сне говорит ему там под мостом будет тебе ты найдешь сокровище он думает блин если я хотел в эту прагу это тратит все деньги все сбережения которые у него есть что же делать то что же делать ну ладно если если нужно так я я поеду в общем если всевышний дает как бы благословение да ему снится сон мало ли это вещи сон в общем я поеду и так он едет в эту прагу и там повозка ломается лошадь падает меняет повозки в общем не знаю как доезжает сначала там три раза направо три раза налево доезжает до этого моста и думает где сокровище берет какую-то палку лопату начинает копать где сокровище где сокровище в общем и не может найти копал бедный там до ночи копала не мог найти и ночью там проезжает какая-то повозка и ему кто-то говорит эти чё тут один делаешь ночью что что ты тут делаешь он говорит мне приснился сон что здесь спрятано сокровище понимаешь а тот говорит надо же мне тоже приснился сон представляешь мне приснился сон что в каком-то местечке уёселе такого-то и говорит его имя в печи прям в его доме спрятано сокровище а тот стоит что тебе приснилось потому что тот сказал его имя и фамилию что у него в доме спрятано сокровище тот говорит что ты говоришь серьезно он говорит да ну я ж не еду а что ты дурочек сюда приехал и так они разминулись и тот думает что так сокровище у меня дома возвращается домой с такой нетерпешкой опять на этих всех повозках возвращается домой жена ну где сокровище ты же потратил все семейные сбережения чтобы добыть этих денег где они не спеши дай мне лом начинает бить эту печку так та жена кричит что ты творишь муж ты что с ума сошел тот не мешай берет лом в общем долбит долбит эту печь и вываливаются сокровища много сокровищ много денег и он в шоке такой и это мне надо было ехать представляете то есть всевышний ему дал знак что ему надо было ехать вообще куда-то туда чтобы там найти ответ да что порой мы или не готовы или должны что-то сделать для этого да это во всем мы в прошлый раз тоже говорили о том что иудаизм это не то что даже что религия это просто народ действия мы сказали сначала нахну мы на сэ вы не шма мы сначала сделаем а потом послушаем и так из и чем занимался яков вообще в своей жизни чем он занимался кто знает яков он не то что зарабатывал на жизнь он просто у него была такая идея копать колодцы зачем он это делал не то что он только для себя копал колодцы он это делал для всего народа он знал что они они живут вместе где нет воды где засуха где очень тяжело и он знал что это его обязанность обеспечивать народ водой но филистимляне с которыми они жили они эту его идею пытались закрыть потому что это мешало там люди должны были куда-то ходить набирать эту воду с колодца они закапывали эти колодцы но что делал яков он все равно их опять раскапывал опять это все делал и так далее вот точнее ицхак простите я перепутала ицхак он все равно их продолжала раскапывать да мы здесь видим какая настойчивость какие мысли о том что нет не нужно напоить мой народ нет вы все равно не заставите и в конце что мы видим и в конце царь филистимлян начинает договариваться с ицхаком ну ладно давай оставим давай мы подумаем как мы это будем делать то есть если на начальных этапах ицхак не хотел облегчить жизнь народа да если бы он не хотел копать эти колодцы несмотря на то что весь его труд потом вот так уходил в никуда если бы он это не продолжал бы делать то этого бы не было ничего и так мы когда мы за что-то беремся когда мы начинаем воплощать жизнь наши мечты и наши 100 мы начинаем стараться ради какого-то дела ради наших идей нам начинает быть трудно нам нам начинают закапываться эти колодцы они начинают закапываться усталостью мыслями что это никому не надо у меня не получится вот сейчас да у каждого из какие-то идеи мы думаем а наверно нам не надо и этот колодец он закапывается нет мы должны продолжать действовать как ицхак и тогда я церара в которой в нас сидит вот это злое начало которое мешает нас взять себя в руки она перестанет нам мешать нужно вот эту ступеньку просто и и перебороть просто перешагнуть и у нас все получится реально я по себе знаю вот сейчас я хочу одно дело воплотить я делаю делу и потом ребенок начинает плакать все я думаю это ладно кому это надо кому это надо и хорошо что рядом есть муж который говорит не надо надо не должна нет давай у тебя получится и так и мы давайте окружать себя людьми которые в нас верят не боятся говорить им о наших планах мечтах и мы должны быть теми людьми которые поддерживают друг друга вот все спасибо всем за эфир я вас всем боя вам всем желаю хорошего вечера очень очень рада вот всем пока